Всем привет дорогие друзья, с вами LG и мы с вами снова, 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 где, 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 правильно в Майнкрафте. А вы не ожидали, что мы с вами будем снова играть в Майнкрафте, да? Никак не ожидали, а я вас предупреждал. Друзья, мы с вами находимся в Майнкрафте и сегодня у нас с вами очередная, новый, так сказать, цикл серий даже я бы сказал, а не очередной, потому что мы раньше как-то давно уже не играли. Ну вот, а сейчас у нас новый цикл серий, длинный, там может быть штук 10 или 20 даже их будет, я точно не знаю, вот, но я знаю точно, мы с вами будем строить, друзья, не атомной промышленности, именно такой вот советский, такой, знаете, такой потрепанный жизнью такой, но светлый такой, знаете, типа как остатки более развитой цивилизации, которые были раньше у нас, вот, как говорится. Поэтому он будет такой большой, массивный и внутри тщательно проработанный и в конце концов я все это закончу, я выложу эту карту, чтобы ее, ею, мог насладиться любой желающий. Итак, конечно же, любое НИИ сначала должно быть оборудовано бомбоубежищем, собственно говоря, под бомбоубежище, как вы можете, друзья, заметить, уже выкопана вот такая вот яма, выкопана специально под бомбоубежище, да, вот. И здесь у нас будет располагаться какое-то количество специальных, так скажем, комнат, помещений, да, которые должны быть в любом уважающем себя научном институте. Конечно же, там помещение для укрываемых, фильтры вентиляционные, радиоточка, что ж там еще, склад обязательно должен быть, обязательно туалеты, обязательно бак с водой, дизель генераторный. Ну, в общем, сейчас мы с вами потихонечку всем этим будем заниматься. Так, ну, я думаю, конечно, я даже слишком глубокую яму выкопал, у нас с вами бомбарь-то не очень глубокий, предполагается, но, друзья, учитывая то, что будет минус один подземный этаж, а высота этажей у нас в НИИ предполагается раз, два, три, четыре, пять, шесть блоков, я предполагаю ее, вот, значит, исходя из этого, мы с вами будем строить бомбоубежище. Ну, примерно вот такого размера, наверное, оно будет, какого размера получится сам НИИ, я пока что не знаю, вот, но в нем еще что будет, да, в самом НИИ, который мы построим, большой, там будет обязательно лабораторно-химический корпус, лабораторно-испытательный, там будут стоять стенды, разные установки, там построим андронный коллайдер, построим испытательный ядерный реактор, будет куча установок, тра-ля-ля, все дела, ну, в общем, вам точно это понравится, у меня такие очень грандиозные мысли на эту тему, вот. И еще третий корпус, это, конечно же, наверное, лабораторно-испытательный, лабораторно-химический и исследовательский комплекс, там, где уже у нас будут всякие кабинеты, более-менее. Вот, ну что ж, давайте мы с вами приступим. Высота, значит, у нас этажа это 6, значит, вот так вот мы делаем, значит, бомбоубежище у нас находится на глубине, зальем мы его вот таким вот, три слоя бетона будет у нас, и вот здесь вот уже у нас будет специальное бомбоубежище, так сказать, специального типа. Вот, собственно говоря, чего хотел сказать. Будем строить по всяким канонам там и прочему стандартного бомбарика строения. Вот, обычно, конечно, они просто в бетон залитые все, но бывает и так, что с песочной прокладкой. Соответственно, что сделаем и мы с вами. Так, ну и если у нас получается вот так, это крыша, то еще, значит, сделаем сам бомбарь у нас пусть будет высотой в 3. Таким образом получится, что все остальное нам уже как бы, как бы, как бы и не нужно. Так что давайте мы это все дело укопаем, укатаем в бетон. Сет савит двоеточие бетон с двоеточие ноль. Страна-то большая, что нам стоит дом построить, как говорится, да? Так, это мы дело все бетоном залили. И продолжаем строительство, собственно говоря. Это у нас здесь уже такое, как бы, межпотолочное перекрытие, да? Которое у нас будет служить основанием также сразу первого этажа. Да, наверное, тогда придется строить вот так, потому что 6 блоков. В данном случае получается, что если еще будет пол, то он, как бы, уже не является тем, чем надо. Так. Ну, наверное, мы начнем с того, что будем строить прихожую, да? Гермошлюз там, все дела. Давайте займемся этим. Так, значит, здесь у нас, вот тут, получается, где-то будет у нас спуск в бомбоубежище. Ну, давайте сделаем его где-то... Это будет лесенка, типа вот такая лестница сюда. Да, вот так лестница, соответственно, вот так. И вот сюда. Ну, пусть, ладно, пусть она будет прямая, неважно уже на самом деле. В данном случае это абсолютно неважно. Конечно, неудобно строить на бетонном сером фоне. Ни хрена не видно вообще. Ничего нельзя, ни хрена не видно. Давайте лучше сделаем здесь с вами, ребят, лучше стенки из камня обычного. Потом изменим, да? Давайте так. Так. Валс... Валс... Ноль, да? Нет, не ноль, один. Валс один. Да, вот так вот. Ну, так просто будет мне приятнее. Я потом, конечно же, обязательно заменю в самом конце. Вот, но пока что так. Так. Так, значит, такая вот у нас выходит лесенка, которая идет в бомбоубежище. Конечно же, у нас с вами рационализация советская. Все дела, ничего не упускаем. Вот, поэтому здесь вот у нас будет... А, здесь уже у нас ничего не умещается, поэтому здесь у нас ничего не будет. Так, ну, у нас сперва, конечно же, спуск. И что у нас здесь обнаруживается? Мои любимые зеленые стены. Вот здесь вот мы обнаруживаем. За ними на вот такой высоте будет вот так вот идти. А здесь, соответственно, аналогично. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Этот зеленый. Этот зеленый бетон. Ох уж этот зеленый бетон, друзья. Я думаю, вы его узнаете из тысяч, как говорится. Ведь он наляпан на каждом школьном столбе. Везде наляпан. Везде. Просто тысячами. Тысячи их, как говорится. Так. Так, сделаем. Я думаю, это будет более-менее красиво. Ну, так. Ну, вы знаете, сойдет. Плевать. Мы же для людей делаем. Не для людей делаем. Да. Так. Ну, и здесь, соответственно, наверное, аналогичная история. Пускай будет. Так, так. Так, так. Так, так. Так. Такс, 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 такс. Нет, не так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот таким вот образом. И вот здесь мы выстраиваем с вами лесенку. Которая у нас будет спуском. Здесь, видимо, придется еще выкапывать. Но у нас вот такая вот получается с вами лесенка, которая является спуском в бомбоубежище. Все у нас с вами распланировано. Моей голове. Как ни странно. Вот. А вы даже и планов примерных не знаете. Но, наверное, сделаю план в самом начале, да, нарисованный. Покажу вам, как это все должно будет выглядеть. Хоть примерно, чтобы вы себе представляли, что я вообще делаю. Так, ну что ж, у нас спуск готов в бомбоубежище. И пол у нас здесь пока что, пока что, конечно, пусть будет лучше кафельный. Вообще, я думал сделать его обычным. Но, что-то я подумал, пусть будет кафельный. Так будет более колоритно, так скажем. Так, ну и, конечно, здесь еще везде ступенечки. Мы проставим сейчас сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что это у нас за дела такие? Ага. Так. Понятно. Понятно. Динамическое придется ставить. Понятно. Хорошая игра. Так. Это мне нравится. Так, бомбариковый спуск. Так, ну, спуск в бомбарик мы с вами, ребят, сделали уже более-менее красивым. Каким я предполагал его видеть. Вот так. Здесь у нас стены. И все. Так, спуск у нас замечательный. Ну, разумеется, здесь, по идее, было бы по-хорошему поставить большую гермодверь. Но она в данный момент у нас сейчас с вами не юзабельна. Посему у нас с вами только такая. Вот. Но я думаю, и только такая вам сойдет, в принципе, вам понравится. Потому что сил на нее потрачено было уйма. Уйма. Так. Вот так делаем. И там, соответственно, снова наш любимый зеленый бетон. Так-с. Так. Честно говоря, мне уже замучило ломать. Поэтому, наверное, скоро придется... Вообще, говорят, давайте вот так сделаем сразу. Куда-нибудь вот до сюда. Я просто взял с запасом как бы ямку. Взял херак, прям выкопал ямку. Ну, так, чисто, чтобы это с запасом херакнул. И нормально вроде. Так. Плитка здесь располагается. И снова ржавая гермодверь. Вторые двери, друзья, у нас будут располагаться вот, наверное, таким вот образом. И они у нас будут располагаться уже, соответственно, для того, чтобы их открывали. Да. Вот видите, они у нас открываются. Теперь внутрь открываются. И снаружи они не открываются. Потому что открываются они только у нас, друзья, разводным ключом. Это, кстати, к вопросу о том, как у меня один раз спрашивали, чем же мне открывать такие двери. Вот, друзья, разводным ключом они открываются. Очень просто. Никаких вопросов. Все просто, понятно, на пальцах. Так. Это мы закроем пока. Такс. Это мы сделали. Ну, наверное, ладно. Давайте пусть шлюз побольше размером будет. Вот таким вот образом его сделаем. Вот. И здесь у нас обязательно герма... Гермодверь будет. Вот. Ну, давайте открыто их поставим. Пусть они все будут открытые стоять. Так. Чтобы я мог через них ходить. Так. И вот такая вот у нас гермодверь с вами здесь. Гермошлюз. Который, по идее, внутри должен будет содержать в себе. Специальные камеры, которые будут, так скажем, дезинфицировать. То есть здесь что-то типа, вообще говоря, душевой надо сделать. Где-то вот тут, по центру, например. Сделать что-то типа душевой комнаты. Но это, наверное, слишком сложно. Поэтому пока не будем об этом задуморачиваться. Вот. И здесь нас, конечно, уже после выхода сразу из гермошлюза нас будет встречать зал для укрываемых. Зал для укрываемых мы сразу сделаем с вами размером побольше, чтобы как-то вот, наверное, вот так. Так. Вот у нас что? Кафельс 0. Получается сет. Сави. Двоеточие. Кафельс. Двоеточие 0. Так. Вот что, друзья, кстати, такое. Я думал, думал, мечтал даже построить 100 тысяч лет назад миллионов, так сказать, когда я еще только шел к реке. Вот. Я думал о такой типа постройке, но тогда, к сожалению, еще не было в таком вот многообразии советских блоков, которые я добавил в свой мод. Совет Бетонс. Вроде как 2, если я не ошибаюсь. Нет, не 2, значит 3. Нет, не 3, значит. Значит 4. Нет, не 4, значит 1, да? Зеленый. Да, 1 зеленый. Ну, вы думаете, наверное, что ты закрыл? Зачем? Все, это же, как же тут теперь это? Но на самом деле нет. На самом деле нет. Мы с вами сейчас построим здесь еще вот такую вот штуку. И у нас это будет валсовит бетон 0. Вот так. Вот так-то лучше, как говорится. И вот здесь вот уже, вот в таком вот ключе. Сверху. Можно накрыть это все дело. Но мы пока это не будем, потому что у нас сначала нужна сама, собственно говоря, структура бомбоубежища должна быть. Вот. Ну, давайте сразу уже поставим колонны, которые обычно всегда тут есть. В таких местах. Нет, вот так. Вот так, да. Так будет более-менее нормально, я думаю, если мы сделаем вот здесь колонны и еще вот здесь. Так, и здесь эти колонны у нас будут увенчаны вот такими вот бетонными штырями. Здесь мы сделаем еще, наверное, а ну здесь уже больше и не надо, я думаю. Если тут три, а тут два получилось. Нет, это я ошибся. Вот тут тогда выходит. У нас должны быть колонны. По центру зала. Вот таким вот образом. Так, дальше, вот сюда вот у нас будет идти с вами коридор, наверное, в... Ну, во-первых, нужны туалеты. Давайте сделаем здесь туалет. Это сколько? Четыре отсюда. И, значит, отсюда еще тоже четыре. И еще один. Это у нас будут туалеты. Вот таким вот макаром мы их сейчас организуем. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, вот так. Ну, сделаем побольше, так сказать, чтобы было куда расширяться. И вот сюда, вот таким вот образом, это у нас будут уже просто раковины. Наверное, лучше даже вот так. Да, так будет даже, наверное, лучше. Так вот. Ну, и здесь мы, соответственно, опять все закладываем нашей любимой плиткой. Которая выручает нас всегда и везде. Такс. Вот так вот. Ну, здесь, соответственно, все как обычно у нас. Зеленый бетон, мрачный мир и прочее. Так. Так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Смотрите, что мы сейчас делаем. Вот здесь будут располагаться раковины. Вот тут, вот в уголке. Вот тут. И вот с этой стороны аналогично, да. То есть, типа, мужской туалет, женский. Все дела, все цивильно. Вот. Вот здесь будут располагаться унитазы. Вот тут будут располагаться. Давайте сразу их поставим, да, чтобы это уж... Чтобы сразу все стало на свои места, как говорится. Так. Где они тут, господи? Я уже их и потерял. Так, здесь раковина, здесь унитаз. А вот там у нас будут душевые комнаты. Сделаем, наверное, вот так вот. По две душевых комнаты сделаем. Так нормальней будет. Вы думаете, ребят, все так просто? Унитазы строить, это тоже вам. Эти туалеты. Это тоже серьезная задача. Ну, давайте достроим тогда до конца сначала этот весь. Чтобы было красиво. И реалистично, самое главное. Вот так. Время уже 18 минут. Я уже даже подрастерял немножко боевой задор, как говорится. Вот так что скоро, наверное, будем заканчивать. Собственно, что я сделал, ребят? Вы сами видели, да? Я сделал здесь углубление. Зачем? Да, сразу вопрос вознается. Зачем? Ну, если здесь будут душевые, логично, что здесь будет у нас что-то типа вот такой херни, наверное, сделаем. Да, наверное, придется поставить сначала. Потому что у меня дверь иначе не работает. Придется сделать такой. Не, нахер это все. Зачем приличие, ребят? Да это же общедушевая комната. Так. Просто делаем стальные мостки. Вот так вот. Все ржавое, серьезное, советское. Вот. И вот здесь вот у нас сверху будет находиться душ. Я думаю, вы уловили мою, так сказать, идею, да? Примерно вот так вот это все у нас будет выглядеть. Это душевая. Бомбарик вот так вот оформляем. Дальше это уже будет крыша. Ну, ладно, это мы пока не будем делать. Это у нас на будущее. Так. Ну, и, соответственно, здесь у нас унитазы, унитазы. Так. Тут тоже унитаз. Тут уже нет. Так. А тут раковины напротив унитазов. Смотрите, как удобно, практично. И так далее. Да? Красота же? Ну, вообще. Как по мне, супер. Идеально просто. Лучше даже сделаем вот так, наверное. Чтобы входы были вот таким вот образом замурованы. Вот. А высоту сделаем в три блока. Дабы все было прям вообще по красоте. Чтоб все было уныло. Вот, конечно, я понимаю, да, убежище там это богатое. Богатое, не богатое, все дела, но такого размера. Ну, и здесь аналогично. Мы сделаем, но только чуть попозже. Сейчас мне уже время подходит к концу. 25 минут. На серию я выделил. Вот. Сейчас мы с вами еще организуем. Тогда пока что у нас осталось некоторое время. Нам нужно организовать коридорчик. Из зала для укрываемых. Раз один вот сюда. Так. Здесь у нас туалеты. Значит, сюда уже ничего идти не может. Значит, коридорчик идет вот так пусть. Потом пусть идет вот сюда. И где-нибудь вот тут у нас, ребята, будет с вами, во-первых, офисные помещения. Ну, как не офисные, а как бы тут типа будет располагаться начальник убежища. Так. Вот здесь у нас будет находиться дизель-генераторная. Да, собственно говоря, вот здесь будет начальник убежища находиться. Давайте сразу как-то выделим эту комнатку, что ли, чтобы она была как бы более элитной, чем все остальные. Например, сделаем тут дубовый пол. Да. Вот так вот. Дубовый пол – это красиво. Дубовый пол – это практично. Паркет. Пусть будет паркет. На самом деле, кстати, нужно еще сделать паркет. Но у меня просто пока руки не доходят. Так. И здесь вот 5 на 5. Пусть будет лучше такая. 5 на 5. Будет. Так, это 4 на 4. Мне нужно 5 на 5. То есть еще шире. Вот таким вот образом. И это у нас будет с вами дизель-генераторная. Здесь будет стоять дизель. Все дела. Вот. Тут. Дальше. Что у нас тут за туалетами? У нас здесь остается огромное пространство, в виде которого можно использовать под нужды какого-нибудь обыкновенного чулана. Мы сделаем вот так. Здесь проход вот таким вот образом оформим. Лучше даже оформить вот так. Вот. И здесь у нас в конце получается проход вот сюда, сюда. И здесь у нас будет какая-нибудь небольшая комнатка для склада вещей. Возможно, личных. Так. Соответственно, здесь мы тоже все плиточкой тоже выкладываем аккуратненько, красиво. Вот таким вот образом выкладываем. Ну и здесь тоже, разумеется. Что же у нас по итогу получается? Дизель-генераторная есть. Осталось. Зал для укрываемых есть. Туалеты есть. Осталось, значит, ФВУ построить. Осталось и ФВУ, значит, нам осталось. И этот, как его? ФВУ и комнату с баком для воды. Да. А, еще радиоточку. Да. Радиоточку и комнату с баком для воды. Ну, давайте сделаем вот сюда вот такой. И вот здесь вот у нас будет с вами комната с баком для воды. Ну, насчет бака для воды я пока что еще подумаю, как мы его лучше поставим. Но, наверное, как-то примерно так она должна будет выглядеть. Так. Это будет бак для воды. Лучше даже еще больше размером, чтобы симметрично было. Так. Ну, и вот здесь вот в самом конце у нас будет небольшая комнатка. Это будет радиоточка. Вот такого размера. Да. Отлично получается. И если еще вот сюда вот провести, то вот здесь вот у нас получается достаточно длинное. Такое кошерное. Получается, мы здесь можем с вами сделать фильтр вентиляционную. Вот так вот. Аж в три ряда до самого конца, как говорится. Вот так. Вы сейчас поймете, что вот эти бетонные полоски, которые я оставил, это специально для проходов. А сами в ФВУ будут стоять вот здесь вот, на этих бетонных полосах. Подпорках, установках, не знаю, как угодно назовите. Хоть ослом. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И вот у нас получается красота. Вот так вот. Вот так. Хорошо. И здесь у нас, соответственно, обычный уже бетон. Все вровень прошло. Прямо, красиво. Все довольны. Так, фильтр вентиляционная. Радиоточка. Бак для воды. И вот это у нас комната начальника. Это дизель-генераторная. Это кладовка. Это туалеты мужской, женский. И зал для укрываемых. Здесь еще нужно будет ставить кровати. Я думаю, это логично. Вот. В принципе, друзья, вот такое вот у нас бомбоубежище получается. Вроде я ничего не забыл. Если что-то забыл, напишите в комментариях. Мы обязательно добавим это в следующем видео. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в новых сериях. Всем пока.